ВВС Израиля нанесли цитата «точечный удар» по командно-контрольному центру «Хамас», находящемуся в здании школы Аль-Табаин неподалеку от мечети в Дарадж-Туфа в Газе. Об этом в субботу сообщил официальный телеграм-канал армии обороны Израиля. Цахал заявил, что боевики радикального исламистского движения «Хамас» использовали здание школы в качестве командного центра и укрытия. На кадрах с места происшествия виден большой комплекс с внутренним двором. Часть строения – мечеть, верхний этаж которой частично разрушен. Свидетели удара говорят, что он произошел рано утром в субботу, без предупреждения, когда люди готовились к молитве. Это привело к многочисленным жертвам, сообщается в заявлении представителей «Хамас». Ракету выпустили, когда они просто молились. «Не было никакого предупреждения. Слава Богу, большинство людей находились в комнате для омовения, поэтому они получили только ранения. Однако все, кто находился внутри мечети, погибли. Даже этаж над ними, где спали женщины и дети, полностью сгорел». По данным агентства гражданской оборонной «Газы», погибли около ста человек. Многие получили ранения. Израильские военные заявили, что в результате атаки были убиты 20 боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада», которые находились в школе. Местные заявляют, что школа служила убежищем для перемещенных лиц. «Это религиозная школа, в которой живут перемещенные лица. Она не принадлежит ни к одной фракции и не имеет отношения к какому-либо конфликту. Все погибшие были гражданскими лицами. Среди них не было военных или кого-то, связанного с сопротивлением». Подтвердить данные о погибших по независимым источникам невозможно. Но число жертв от одного удара уже может стать одним у самых крупных за 10 месяцев войны между Израилем и боевиками «Хамас». «Здесь много неопознанных частей тела, а также пропавших без вести, судьба которых на данный момент неизвестна. Но мы получили сведения от их родственников, что они находились в этой мечети». Атака на школу – новый виток эскалации на Ближнем Востоке, которая началась после нападения террористов из «Хамас» на Израиле 7 октября 2023 года. Удар по северу Газы произошел после того, как международные посредники предложили враждующим сторонам 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Продолжение следует...